На эхе программа «Персонально ваша». Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в студии. Здравствуйте. Наши гости сегодня по скайпу Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа Лондона. Приветствуем вас. Добрый день. Начать хотелось с темы, которую нам подсказал Юрий Чайко, генпрокурор Российской Федерации. Сегодня в ходе своего выступления он сказал, что за что, если цитировать, Борис Березовский поплатился жизнью. И фактически признал, что это было убийство. И возложил ответственность за это на британские спецслужбы. Это не первый выпад в сторону британских спецслужб. Как вы думаете, почему Россия сейчас так концентрировано обвиняет Британию чуть ли не во всех смертных грехах? Мне вообще кажется, что в силу каких-то психологических и идеологических причин Великобритания стала вторым после Украины. Объектом своего рода такой гибридной войны. То есть это второе государство за последние пять лет, которому реально объявлена такая гибридная психологическая война. И, наверное, кому-то это кешит самолюбие. Кто-то считает, на самом деле, и верит в то, что традиционно Англия является главным геополитическим противником России в течение последних трехсот лет такая теория существует. Кого-то раздражает то, что Англия традиционно является местом пребывания всех политических, экономических японских эмигрантов, но в равной степени также и тех, кто их преследует. И поэтому, в общем, сейчас почетно укусить этот Альбион, поскольку в нем видят причину зла и беспокойства. А как же Соединенные Штаты? Почему они отошли на второе? Вы знаете, с Соединенными Штатами более сложная проблема. Бытует такая версия, не у меня, но, скажем так, в правящих кругах, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты получили политическую независимость несколько веков тому назад, ментальную независимость они от Соединенного Королевства не получили, и что Великобритания – это такая, как жена-шея, которая вертит большой и не очень умной головой. И существует реальная версия о том, что на поверхности политической Британии следует фарматоре политики США, но при этом вместе с этим существует версия, что саму эту политику под ковром формируют идеологи Великобритании. Поэтому это одна из причин, по которым не США. А вторая причина, в связи с тем, что с приходом к власть администрации Трампа между Крульевым и Белым домом идет вообще очень сложная, мало кому понятная тактическая игра, то сейчас США невыгодно рассматривать постоянно в качестве такого основного стратегического противника. Непонятно, с чем закончится. Может, выцеловать придется еще. Это связано с фигурой Дональда Трампа, которая нам до конца не понятна, то ли друг, то ли враг, или с таким общим отношением к тому, что происходит в Штатах? Это связано с фигурой Дональда Трампа в значительной степени, потому что я думаю, что ставка на Трампа была одной из самых серьезных внешнеполитических ошибок Кремля. Я сейчас не говорю о каких-то усилиях по его победе на выборах, потому что даже если эти усилия были, я не склонен переоценивать вклад Кремля в это дело. Трамп победил по внутреполитическим причинам, и если Кремль и помог этому, то не в самой существенной степени. Но, тем не менее, ставка была сделана на него, и он казался прорывным ходом. Я думаю, что сегодня, спустя два года, многие еще пожалеют по поводу осторожной, не делать резких телодвижений, принимать каких-либо необдуманных решений Кремля. Вряд ли российские власти, даже российский генпрокурор, уведомляются подробно о ходе расследования убийства Бориса Березовского. Как вы думаете, почему Юрий Чайко вполне сознательно, публично говорит сейчас о том, что это все-таки было убийство? Это часть какой-то общей позиции российской, но ведь не очень понятно тогда, насколько она им нужна. Еще один российский олигарх, сбежавший из России, убит в Великобритании. Ну, давайте, вот, как тот Наполеон, по слоям снимать. Первое. Что произошло с Березовским, не знает никто. Скорее всего, никто никогда не узнает. Это будет загадка. Одна из всех загадок историка, о которой будут спорить 100, 200, 300 лет, пока вообще будет актуально упоминание этого имени. Второе. Если правка когда-либо всплывет, то, знаете, могут только два источника. Либо сам Березовский, он точно никому не расскажет, если это было все-таки либо самоубийство, либо бытовой эксцесс, что тоже не исключено, либо тот, кто его убил. Соответственно, мы знаем твердо, что Юрий Яковлевича это не Березовский. Это отрицать нельзя. И я очень надеюсь, что у него информация из какого-то другого источника, чем от тех, кто убил убийство, если предположить, что это было убийство. Я думаю, что все, что сегодня говорится, это в некоторой степени отзывок той новости, которая прозвучала буквально несколько минут назад, до того, как у меня подключили к эфиру УАЖ. Большой силовой Титаник идет ко дну, но в трюме два помощника Кока схватились за обладание большим шкафом с виски. Понимаете, идет борьба за контроль над следствием, за расширение полномочий. И в этой борьбе, к сожалению, так получилось, что прокуратура делает ставку на политизацию своей работы. И в этом смысле Юрий Яковлевич все больше и больше делает заявления, которые к лицу, скажем, председателю комитета какого-нибудь Государственной Думы или председателю комитета Совета Федерации или политтехнологу. Но они, с моей точки зрения, не очень уместны на посту генерального прокурора, потому что это профессия, которая предполагает существенную сдержанность в оценках, в высказываниях. То есть, минус 50% того, что может себе позволить обыкновенный чиновник. Вы, говоря о политизации заявления Чайки, вы имеете в виду заявление, в котором он говорит, что прекратить огромные проблемы с работой следствия можно только дать прокуратуре полномочия возбуждать уголовные дела в отношении следователей. Правильно я понимаю? Речь идет об этом. Речь идет о том, что прокуратура хочет взять реванш за поражение, которое она получила более 10 лет тому назад, когда следствие, которое находилось под контролем органов прокуратуры традиционно советских времен, было выделено и был создан следственный комитет в главе с Бастрыкиным. Сегодня сама эта история стала в достаточной степени скандальной в связи с открывшимися материалами испанского досье, где сейчас, как вы знаете, идет в Испании суд, в рамках которого все те, кто создавал следственный комитет, в отчасти стали, или, скажем так, если не фигурантами дела, то, по крайней мере, лицами, которые упоминаются материалы дела. И тогда прокуратура потеряла довольно важный рычаг, скажем так, воздействия на следственные действия. А в России следствие, понимаете, это больше, чем следствие. В России следствие это главный экономический, политический ресурс. То есть, сегодня вообще в России нет рынка как такового. Сегодня в России есть силовой рынок. То есть, все конкретные, они разрешаются всегда, в конечном счете, не в гражданском судопроизводстве, а через уголовное дело, СИЗО, давление дальше по плану. Поэтому, конечно, это был очень серьезный удар. Было вообще непонятно, выживет ли прокуратура и в какой форме. Был момент, когда казалось, что вообще это ведомство будет полностью переформатировано. Помните дело о подмосковном прокурорах, когда, наоборот, следственный комитет ФСБ, какая-то фракция ФСБ наносила удар по Чайке. Но Чайка выдержал. Чайка выдержал тот удар, пересидел, перегруппировался, и сейчас империя наносит ответ на удар. Но была цена, которую пришлось заплатить. Я должен сказать, что я не сторонник вообще кого-либо примитивизировать. Я встречался в свое время с Юрием Яковлевичем. Я могу сказать, что он производил втегренно на меня впечатление вполне адекватного, разумного человека. А что это были за времена? Кем он тогда был? Ну, это не имеет значения. Это было давно. Он не был еще генеральным прокурором. И, в любом случае, он произвел на меня впечатление вполне адекватного человека. Таким образом, для себя лично, я думаю, что та эволюция, которую мы наблюдаем, это не естественная эволюция человека, а политическая эволюция системы. Что-то все-таки влияние обстоятельств. Чем ближе ты находишься к Кремлю, тем токсичнее это действует на твое поведение, ментальность и так далее. С точки зрения власти, в чем смысл сохранения двух силовых башен, которые на протяжении уже десяти лет конкурируют между друг другом? С точки зрения власти, как раз огромный смысл сохранения всегда контроля над опричненной в разделенном виде. И это не изобретение постсоветского времени. С точки зрения, собственно говоря, вся десталинизация, она началась с того, что старались постоянно ослабить силовую вертикаль. И, условно говоря, когда усиливалась КГБ СССР, то старались одновременно противоречить ей усиливать МВД, в времена Чурбанова и так далее, Щелокова, усиливать ту же прокуратуру и не создавать ситуации, когда только одна структура, или только один человек, который эту структуру возглавляет, имеет эксклюзивный канал связи с политическим руководством страны. Почему? Потому что если у тебя есть только один силовик, условно говоря, то рано или поздно не этот силовик становится зависимым от тебя, а ты становишься зависимым от этого силовика. Поэтому нормальный как раз алгоритм у власти – это постоянно держать яйца в разных корзинках. Здоровая конкуренция, другими словами. Здоровая конкуренция, да. То есть, понимаете, разделение властей, если у него не существует в демократическом виде, это не значит, что его не существует в каком-то другом виде. То есть, оно должно постоянно присутствовать, потому что иначе политическое руководство страны станет заложником окончательно той системы, которую оно создало. То есть, оно в любом случае, рано или поздно, и встанет, но так это произойдет гораздо быстрее. Поэтому тут нет вопроса, почему их хотели держать раздельно. И будут сюда держать раздельно. Потому что есть ФСБ, есть со своим ресурсом колоссальным, есть Кибернацгвардия со своим совершенно колоссальным ресурсом, всегда будет МВД с чуть меньшим ресурсом, есть прокуратура, на самом деле, с фейковым ресурсом, очень небольшим, и поэтому кричит громче всех. И так далее, и так далее. Вопрос состоит в том, что в принципе, сама идея отделения следствия в прокуратуру, она, как всегда в нашей стране, это бывает, была-то за здравие. То есть, идея была в том, что прокуратура должна быть независимым органом обвинения, таким беспристрастным, ни вашим, ни нашим, что она не может сливаться со следствием. Потому что нельзя одновременно контролировать следствие и осуществлять следствие. И с моей точки зрения, это совершенно была правильная идея. Другой вопрос, что в наших условиях это все превратилось просто вместо одной коррумпированной системы, были созданы две коррумпированные системы. Ну, увы. А что сейчас происходит? Из-за того, что этот эксперимент не удался, вместо того, чтобы искать какое-то новое решение и двигаться куда-то дальше, ну, поскольку мы вообще никуда не двигаемся, этот вариант исключен, то решили просто, как и во всем другом, вернуться назад к такой советской системе. Это абсолютно неправильно. Это неправильно политически. Это неправильно с точки зрения борьбы с коррупцией. Но самое главное, это неправильно исторически. Потому что любое движение вспять, оно наказано. Если говорить серьезно, если так отмелочить, то единственный выход из этой ситуации для России, с моей точки зрения, это создание института следственных судей по французской и испанской системе и выделение следствия еще дальше от прокуратуры, чем оно находится сегодня, а не возвращение его из прокуратуры. Следственные судьи занимаются вопросами нарушения со стороны следователей? Следственные судьи такой, незнакомый с советской системой, но знакомый в участии российской системе и практикуемый в ряде страт запада не во всех институт, при котором следователь это независимый следственный судья. И он находится как бы при суде. И он контролирует работу. Вот все то, что у нас делает следственный комитет или следственный департамент МВД или следственный департамент ФСБ делает специальный судья, который абсолютно на три порядка более независим, чем все эти наши следователи, которые по сути являются военными людьми, работающие в географической структуре и подчиненными своему начальнику, а начальники подчинены более высокому начальнику и всем подчинены самому главному начальнику. То есть усиливается момент независимости следователя, который становится, по сути, таким суррогатом судьи и который принимает все эти решения. Проводить обыск, не проводить обыск. Устраивает опрос, не устраивает опрос. Заказывает документы для международного следования. Не заказывает. То есть этот человек превращается в самостоятельную фигуру. Вот у меня сейчас пришла ассоциация. Представьте себе, в медицине есть большой государственный госпиталь, а есть отдельно практикующий врач общей практики, часто, который имеет свою секретаршу, имеет свой маленький офис и вот живет совершенно отдельно и там принимает больных. То есть следователь превращается, каждый следователь превращается в своего рода такого независимого судью, который отделен и от прокуратуры, и от какого-либо комитета, как бы он ни назывался. И таким образом поддерживается определенное независимое следствие. Я думаю, что после всех итераций какой-то будущей России, до которой неизвестно доживем мы или нет, но дети и муки наши безусловно доживут, видимо, это будет единственным возможным решением после всех тех стрессов, которые мы пережили за последние 12 лет. То, что крупные уголовные дела в России последних лет расследуются в основном в ФСБ, Федеральной службы безопасности, говорит о том, что власть не так доверительно относится к институтам вроде Следственного комитета или Генпрокуратуры. Я имею в виду губернаторов, я имею в виду Люкаева, я имею в виду сейчас Заяудина Магомедова. Это все дела, которые ведут ФСБ. Я думаю, что это говорит об этом безусловно раз, но во-вторых, это говорит и о том, что реально механизм правосудия, как был сталинский, потом немного его наждачком полировали, он стал чуть-чуть более цивилизованным советским, но он таким же и остался, и ничего существенного, к сожалению, мы в этом вопросе не достигли, и те реформы, которые пытались сделать, где-то в 90-е годы оказались непоследовательными, и поэтому загнулись. То есть, реальность стоит следующим, что где-то в начале нулевых годов у нас в законе о ФСБ были внесены небольшие изменения, и эти небольшие изменения вернули ФСБ статус универсального органа контроля. То есть, до этого была попытка создать ему какую-то узкую компетенцию, терроризм, шпионаж, военные какие-то преступления, и это было очень разумно, потому что на самом деле нужна действительно, может быть, была специалистская служба, я небольшой специалист, но думаю, может быть, в этом было какое-то рациональное основание. Дальше ФСБ одной небольшой поправкой вернули универсальную компетенцию на иные важные, тяжкие и прочие преступления. И дальше это как раковый опухоль стало расти, потому что ФСБ стало подгребать в себя любое резонансное дело. То есть, итогом эволюции за 15 лет стало то, что мы получили просто обыкновенную периметальную структуру. Все, что выше карманной кражи, расследуется ФСБ. И если это не расследуется ФСБ прямо, то оно курируется ФСБ, потому что у нас в МВД есть белые и черные воротнички. Есть ребята, которые там за копейки пашут в поле, как черные рабочие, по 15 часов получают гроши и рискуют своими жизнями. А есть инфильтрованные в МВД, по сути, сотрудники ФСБ, которые работают в милицейских погонах и которые под прикрытием МВД предлагают осуществлять расследование под эгидой ФСБ. Вот, собственно говоря, реальность, которая есть. Поэтому есть просто пирамида, пищевая цепочка, в уголе которой находится ФСБ, а внизу там все остальные. И есть, условно говоря, лица, которые числятся в ФСБ, но работают под прикрытием в прокуратуре, в МВД, там еще где угодно. В своей речи сегодня Юрий Чайко также касался темы убийства Александра Литвиненко, и он сделал ответственным в этом убийстве Бориса Березовского, который, по его словам, действовал по указке британских спецслужб и с их содействием. Но это же, очевидно, неправда, потому что в докладе Оуна говорится, что Литвиненко и Березовский, то есть, следы полония, появлялись в местах, где был Литвиненко задолго до встречи Березовского британцам. Этот аргумент разбить на раз-два. Получается, что Чайко делает это заявление исключительно для российской аудитории, или ему не стыдно врать и британцам тоже? Здесь есть более широкий ответ на ваш вопрос, чего вы предполагаете. Безусловно, как я уже сказал, Юрий Яковлевич по каким-то для себя причинам воспринял свою должность как должность главного пропагандиста. Это немного другое, чем то, что мы ждем обычно от генерального прокурора такой сложной страны, как Россия. Но кроме этой, естественно, политической причины, я должен сказать, что Россия – это страна, в которой в менталитете оказалось исторически не преодолено мифологическое сознание. Это не мой вывод, это такая общеизвестная истина. И мы, к сожалению, не прошли ту серьезную школу позитивистского мышления, которую прошла Европа, начиная с 19 века, когда отдельно существует факт и отдельно мое воображение. То есть, особенность русского менталитета в целом состоит в том, что если что-то существует в моем воображении, и я воспринимаю его как истину, то это истина и есть. И я абсолютно не исключаю, что являюсь в этом смысле достойным представителем своего поколения. Юрий Яковлевич реально уже не видит границы между мифом, который сложился у него в голове, и реальными фактами, которые могут быть верифицированы. Поэтому он делает это заявление просто потому, что он уже лично пришел к субъективному убеждению, что так оно и есть. Это его личный вывод или это все-таки вывод, который является некой общей позицией для любого представителя властной вертики? Я думаю, что это не его личный вывод, что этот вывод сейчас соответствует тому доминирующему тренду, который возобладал политическим руководством России. Беда состоит в том, что я даже не могу поставить, как Владимир Швейн сказал, что известное поведение Троцкого не может быть поставлено ему вину лично. Я не могу даже поставить в общем-то сейчас уже известное поведение Юрия Яковлевича или других высокопоставленных чиновников-силовиков им вину лично, потому что создалась такая система, когда они становятся объектами достаточно легкой манипуляции. То есть им легко по тем или иным причинам сейчас в том состоянии, в котором они находятся, внушить какие-то мысли, какую-то информацию представить, как неопривожимые факты. И, ну, к сожалению, да. Я не думаю, что они даже ощущают, что есть какая-то злонамеренная ложь. Просто они говорят то, в чем они убеждены. Перерыв мы сейчас делаем. Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Сегодня в программе «Персонально ваш». Через пять минут мы вернемся. «Персонально ваш». Мы продолжаем дневной эфир. Алексей Соломин, Алексей Нарышкин в студии. И у нас гость по скайпу Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Не забывайте, что эфир этот вы можете не только слушать, но и смотреть. Идет видеотрансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Ссылку вы можете на нашем сайте найти. Да, сейчас наши слушатели из новостей могли узнать, что то самое заседание УЗХО, которое проходит в данный момент, на нем гендиректор организации заявил о том, что сообщение о том, что вещество, которое мы травили из Скрипаля, это БИЗЭТ, не соответствует действительности, они не имели ничего общего с образцами, собранными группой экспертов УЗХО в Солсбери. Я имею в виду образцы БИЗЭТ, которые есть у УЗХО. Как вы думаете, сейчас на УЗХО ведь смотрят с гораздо большим ожиданием даже, чем на Совет Безопасности ООН, сразу по двум кейсам. Это Скрипали и это химическая атака в Восточной Гуте. УЗХО получится принять решение, сейчас они могут действовать максимально объективно, беспристрастно, ведь они по сути тоже состоят из представителей стран, входящих в эту организацию? Ну, мы же видим результаты голосования по первой, резолюции, которую предложила Россия тогда. И, насколько я помню, результат был такой, что три страны поддержали Россию, восемь стран, по-моему, высказали противоположную точку зрения, и все остальные воздержались. т.е. я думаю, что, в принципе, общий расклад будет в пользу принятия какого-то объективного решения, основанного на все-таки эмпирических данных. объективного решения связаны с конкретными доказательствами. Да, я думаю, что просто здесь вообще некий произошел гэп, он такой естественный, но в нашем воспаленном воображении мы как-то забываем о том, что между преступлением и оглашением какой-либо более-менее обоснованной версии всегда должно пройти время. За исключением тех случаях, когда кого-то схватили за руку с пистолетом в руках, то требуется, чтобы были суверены доказательства, чтобы они были проанализированы, чтобы сделаны соответствующие выводы, и лишь на какой-то более поздней стадии это все представляется широкой публике. Ни в одном расследовании, которое кем бы ни велось, по любому поводу, даже если это расследование там бытового убийства в каких-нибудь черемушках, понимаете, не стоит толпа журналистов в кабинете следователя и не снимает на прыжком к камеру то, как он работает. По понятным причинам об этом было неприятно вспоминать, и понятно, что британская следственная машина работает по этим же принципам. То есть, до какого-то момента X то, что она делает, является закрытым. Вот это естественная закрытость материала следствия для широкой публики до определенного момента, пока они не начинают передаваться порциями для оглашения и потом не идут в суд, если такое имеет место быть. Она использовалась наша пропагандистская машина для того, чтобы рассказать, ну, ребята, у британцев там ничего совершенно нету, и поэтому нету вообще никогда не будет. я в свое время написал, что в принципе по всем делам подобного рода за последние пять лет сложился определенный алгоритм политического прикрытия или там выхода нас из сложных ситуаций. Я не говорю сейчас виновата Россия в этих ситуациях или не виновата, скажем, тех ситуаций, которые ставят под вопрос честность действий России. То есть первый шаг это всегда декларация о том, что у нас нет мотивов. Нам не надо забивать самолет, нам не надо убивать Литвиненко, потому что он никому не нужен, нам не надо убивать Политковского, потому что она в тот момент ни о чем не писала, нам не надо убивать Немцова, потому что никому он не был конкурентом, и нам не надо убивать Скрипаля, просто по нему все забудут. То есть это всегда первый шаг. Второй шаг мы говорим, ребята, Но это нам же всем более всего невыгодно. То есть, это то алимпиада, то чемпионат, то выборы, то еще кто-то. То есть, у нас вот это наш альбин. Третий этап, он, в общем-то, связан с тем, что мы поднимаем до предела ажитацию вокруг обвинений. И, наконец, на четвертом этапе мы вывариваем какую-то альтернативную версию. И уже там неважно, насколько она на чем-то основана. Очень часто на очень сомнительных таких доказательствах, вроде модифицированных карт полета боинга расположения украинских. Вот как раз, думая о малазийском боинге, то та же самая матрица использовалась. Со всякими вбросами, типа летчика какого-то, который там видел, как подкрепление. Вы знаете, это очень похоже, как идет защита от, когда летит ракета с ядерной боеголовкой, и она должна преодолеть систему ПРО. Мало того, что у нее есть свои какие-то базовые системы защиты этого ядерного блока. Но на каком-то этапе она отстреливает десяток фальшивых алюминиевых болванок, для того, чтобы система противовоздушно оборудования противника была полностью дезориентирована и могла понять уже, что там на нее летит. Где действительно ядерная ракета, где фольга какая-то. Здесь делается то же самое. То есть, выбрасывается 10-15 таких тарифов, из которых, условно говоря, 14 это вообще такой абсолютный нонсенс. А 15-е тоже нонсенс. Но по сравнению с этими 14-ми, она уже начинает казаться правдивой. То есть, это такие психологические трюки. Этот алгоритм абсолютно одинаково был отработан, как минимум, в трех предыдущих случаях. Это Боинг, это дело Магнитского, и это дело Литвиненко. И, в общем, он отрабатывается и сейчас. Дальше вопрос. Означает ли это хоть что-нибудь? Ну, пока ничего не означает, потому что ни вы, ни я, мы свечку, как говорится, не держали. Что было, я сегодня утверждать не берусь. Я не знаю, и никто не знает. И пока не будут представлены английской стороной какие-то действительно серьезные доказательства, мы можем только говорить в вероятностных терминах. К сожалению. В чем смысл использования одного и того же алгоритма на протяжении десятилетия, если ситуация в пользу России никак не меняется? В абсолютно разных кейсах. Вы знаете, вы как-то недооцениваете эффективность этого алгоритма. По-моему, никого еще в международный трибунал не призвали, свихты никому не отключали. Все предыдущие три проблемы, в конечном счете, после острого периода забалтывались и переходили в хроническую стадию. Ну, нет, все-таки меры ответственности уже были. Каждая санкция принимается после как раз таких историй. Каждый этап санкций наступает, во всяком случае. Еще ж никто так до конца от этих санкций не умер, слава богу. Но это, тем не менее, выглядит как наказание за то, что еще... Так, говорит, как наказание. Но, вы знаете, мы сейчас от конкретной темы должны, в принципе, тогда прыгнуть вообще. В чем смысл? Не стоит, видимо, так далеко уходить. Да, не стоит. Понимаете, вопрос в том, что для страны, которая стремится, в определенном смысле слова сейчас, к изоляции, для которой изоляция выгодна, санкции являются, ну, чем-то, вроде как, побочного эффекта от действия лекарства. Ну, да, санкции. Переживем. Но свои цели достигнем. Поэтому, да, Россия действительно, с точки зрения общественного мнения значимых кругов на Западе, выглядит как такой международный спойлер всех правовых институтов. Но ведь это пока не затрагивает базовые интересы правящих в России ритм. Но вот сейчас только последний, как бы, пробный такой шар по Русалу, он был демонстративным, он показал, как бы, возможности. Но, возможно, он остается демонстративным только. Поэтому, с моей точки зрения, эта защита, не надо ей пренебрегать, она достаточно эффективна. Она позволяет забалкивать проблему. Она позволяет заводить переговорный процесс в тупик. Она позволяет отвечать на любое обвинение по принципу «сам дурак, еще и неизвестно, кто это сделал». Она позволяет голословно обвинять своего противника в совершении тех же преступлений. Она прорезентирует на том, что никакое объективное беспристрастное расследование внутри самой России невозможно. А поскольку многие вещи уходят корнями именно в русскую почву, то без этого расследования все остальное будет 100 и 200 лет оставаться предположениями, которые невозможно подтвердить доказательствами соответствующим уголовно-правовому стандарту. Кстати, в каждом из случаев, в которых обвиняют Россию, будь это сирийская какая-то история или британская история, появляется версия, которая выглядит очень адекватной, но которая снимает всю полноту ответственности с России. Речь идет о том, что Россия просто не проконтролировала этот момент. Что Боинг сбили люди вопреки желанию Кремля, но Кремль просто их покрывает, потому что они вроде как с ними. Что Скрипаля отравили люди, какие-то бандиты, которые просто украли из российских лабораторий эти вещества. Вот эти версии, которые неизменно присутствуют в каждом кейсе, они, с вашей точки зрения, тоже фольга выпущенная для того, чтобы... Да, понятно. Я же вам только что сказал, что выпускается сразу 15 фейковых блоков, из которых 13-14 абсолютно легковесные. Это сделали британские спецслужбы для того, чтобы Березовский не рассказал настоящую правду. Это сделали британские спецслужбы для того, чтобы Скрипаль не вернулся в Россию. Просто я тебе говорю о тех версиях, которые утверждают ответственность России, но не напрямую за совершение преступления. Я вас понял. Я прекрасно понимаю, о чем речь. Я просто набрасываю версии в Скрипаль. Это сделали спецслужбы Британии. Ну, очень невозможно доказать. Бла-бла-бла. Говорить можно все что угодно. Это сделала Украина, чтобы рассорить Россию и Запад. Доказать ничего невозможно. Бла-бла-бла. Это сделали... То есть, и когда все уже обалдели от этого, и уже просто вдруг говорят, ну, ребята, это сделали там отвезные бандиты какие-то, чеченцы, сирийцы, там, бог его знает, которые украли этот новичок. И на этом фоне, елки-палки, ну, конечно, русские правду сказали. Это очень хороший психологический прием. Есть плохой и хороший следователь, а бывает такая плохая и хорошая версия. И на фоне 13 полных идиотизмов, такой уже хорошо подготовленный, с прожаренной корочкой идиотизм, выглядит настоящей правдой. Понятно. Есть еще одна тема, которую мы не можем обойти. Это уже многодневные попытки Роскомнадзора заблокировать Телеграм с подспудным блокированием, по-моему, едва ли не всех сайтов, которыми пользуются россияне. С вашей точки зрения, сейчас вот Чайка, кстати, наехал на Роскомнадзор тоже. Он обвинил их в том, что они не могут заблокировать группы смерти. Каковы позиции этого ведомства сейчас? И будет ли ответственность за Телеграм целиком и полностью на Александре Жарове? В моем представлении, Александр Жаров и Роскомнадзора являются абсолютно инструментальным институтом, который не принимает сам по себе никаких абсолютно политических решений и никогда бы в жизни ни в какую подобного рода авантюру, да еще и позорную, к тому же с точки зрения демонстрации своей пропонепригодности, не влез. Поэтому вообще странно обсуждать эту фигуру этих людей. Но это все равно, что прийти в больницу, в которой что-то не так, но обсуждать все проблемы на уровне санитарок и домохранников. То есть проблема состоит в том, что да, есть какое-то политическое решение, которое укладывается в некий политический тренд, который я назвал бы доктриной Патрушева. То есть это такой тренд жесткого маниакального противостояния с Западом, когда Запад рассматривается как универсальное, глобальное и абсолютное зло, которое спит и видит, как захватить и расчленить Россию, при котором вся русская история каким-то извращенным способом переинтерпретируется как история жертвенного унижения перед Западом. И таким образом мы как бы сами себя загоняем в некий ментальный тупик, создав себе образ глобального врага, а потом своими руками действительно начиная этот образ воплощать в жизнь, потому что наше поведение заставляет людей сплачивать. Короче, есть политическое решение, есть гораздо более серьезные люди, которые вы приняли. Жаров здесь ни при чем. Они пытаются действительно построить свою идеальную Россию, отрезанную с одной стороны от всего мира, чем-то напоминающую Китай, но при этом как бы без китайской дисциплины китайского сознания. Просто Жаров демонстрирует в данном случае неспособность России и в целом заблокировать даже ресурсы. Я должен сказать, что в целом я пессимист. Я, конечно, не имею никогда канала в Телеграме, как и многие из просто солидарности, вчера себе его создал. Я его еще ничем не наполнял, но что-нибудь там придумаю. Я никогда не был поклонником Павла Дурова, и я не думал, что это мой герой. Но как-то часто бывает, такими вот действиями дуболомными Кремль заставляет людей проявлять некую солидарность даже с теми, кто, в общем, никогда не входил там в круг твоих приоритетов жизненных и друзей. Я думаю, что в конечном счете, несмотря ни на что, государство победит, если захочет. То есть, если оно идти в чекура тоже. То есть, оно может иступить политически, и я объясню причины, по которым оно может иступить политически. Но если речь упрется в технику, то у нас есть пример Китая, у нас есть пример Кореи. То есть, понятно, что можно эту проблему решить, но ее можно решить, как это правильно кто-то сказал, путем полного разрушения Рунета, его переформатирования и очень превращения его в аналог китайского интернета. Только дорого, говорят, очень это. Очень дорого, да, но тем не менее. Да, ну, конечно, дорого, но на это же денег не жалко. Это же не лекарство. И поэтому, технически, думаю, что да, наверное, это можно сделать. Но политически. Вы знаете, я, честно говоря, в общем, пользуясь своим отстраненным здесь все-таки дистанционным положением, я даже стал переживать в какой-то степени за Кремль. Знаете, есть такой анекдот. В старых времен два киллера все в подъезде и ждут, ну, жестко смотрят на часы, она не идет, не идет, и один другому говорит, слушай, я уже стал нервничать, не случилось ли еще ничего. Понимаете, вот у меня, я стал нервничать, не случилось ли ничего, потому что, в общем, Кремль теряет немного инстинкт самосохранения. То есть? Он вблекся. Потому что до сих пор его удары прессивной машины, он приходился на достаточно узкую прослойку, скажем так, европеизированных русских, которая при всем при том не является основой сейчас этой власти, и, в общем, мнение которой, по большому счету, а также ее интересы, можно было бы игнорировать. Ты всего пролиберала. У нас 40 секунд остается. Да, я пролиберала. А сейчас вот эти действия с телеграммом, она важна тем, что они начинают затрагивать жизненные интересы больших масс людей. И вот это, это будет иметь серьезные последствия. Не свобода, а то, что неудобства, почувствуют миллионы. Это другие цифры. Спасибо вам большое. Это была программа «Персонально ваш». Сегодня наш гость Владимир Пастухов, научный сотрудник Университетского колледжа Лондона. Университетский колледж. Продолжение следует... Продолжение следует...